Давайте сразу проверим, что вы на местах. Отпишитесь в чате что-нибудь, что вы здесь, кто еще не отписывался. Если у кого-то будет тормозить видео, вы напишите, я тогда отключу просто видеотрансляцию, будем дальше общаться только голосом. Хочу представиться, зовут меня Мальцев Евгений, я инженер техотдела компании Stell, дистрибьютора компании Samsung. Итак, компания Stell начинает серию вебинаров, посвященную порядку программирования АТС Samsung серии Офисер 7000 и приложений, которые эти АТС могут использовать. Соответственно, если у вас в процессе вебинара появятся вопросы по данной теме сегодняшней, прошу отписываться в чат. Если еще появятся какие-то вопросы и пожелания по темам дальнейших наших вебинаров, также в конце нашего вещания напишите в чат, мы потом посмотрим и в принципе, скорее всего, выберем то, что вы пожелаете, то, что наиболее интересно для дальнейшего изучения. Ну что ж, тогда приступим. Соответственно, сегодняшний наш вебинар посвящен приложению Vivoib. Итак, что ж такое Vivoib? Ну, соответственно, это программный клиент, устанавливаемый на смартфоны под управлением операционной системой Android и iOS и позволяющий использовать смартфон в качестве абонентского терминала офисной АТС. Соответственно, требования, предъявляемые к смартфонам на базе Android. Это, ну, как вы видите на экране, это Android 4.0 и выше, соответственно, наличие какого-либо свободного места минимального, не менее 10 мегабит, да? Ну, и поддерживаемые устройства на Android, тот, что Samsung, говские Samsung проверил только свои, начиная с Galaxy S2 и далее выше выпускаемые в продуктах Galaxy и Note. Кроме того, соответственно, для... Для iOS минимальные требования это iPhone 5 и выше. Так, ну что ж, теперь перейдем непосредственно к самому программированию. Для начала необходимо установить ранее приобретенные лицензии. Соответственно, устанавливается в пункте 2.1.4 и сами лицензии, вот здесь можете увидеть. Дальше мы проверяем настройки, что настроен, ну, так как вы смогли подключиться в сервисер девайс менеджер, соответственно, у вас IP-адреса настроенные. Ну, так, далее. Это ваш внутренний IP-адрес, соответственно. Дальше вы настраиваете, если необходимо использование вне вашей сети, вы должны паблик IP-адрес настроить, ну и, соответственно, включить разрешение на использование в публичной сети. И далее, также необходимо еще настроить в пункте 2.2.2. Это настройка IP-адреса карты NGI. Ну, так продолжим. Значит, теперь проверяем наличие у вас назначенных СИП-телефонов в пункте 2.7.2. И, если они отсутствуют, как, допустим, по умолчанию в АТСке Офисер 7070, назначаем их в пункте 6.3.2 на назначение виртуальных карт. Также обращаем внимание на использование IP-вайтлистов. Если вы их уже использовали, если они прописаны уже были у вас какие-то IP-адреса в пункте 5.13.10, то необходимо прописать, соответственно, здесь IP-адрес вашего смартфона, которым вы будете подключаться. Либо для регистрации, пока будете регистрировать свой аппарат, отключить использование данной функции. Далее, для того, чтобы АТС знала, что вы подключаетесь со своей Wi-Fi-сети, вам необходимо прописать ее в СИД в пункте 5.2.23. Без этого вы не сможете зарегистрироваться. Далее, в пункте 5.2.24 в поле Authentication Number прописываем MAC-адрес смартфона. Это для смартфонов на базе Android. Ну а для iPhone прописываем логин, с которым он будет регистрироваться. Далее, в поле Mobile Number прописываем, ну тут в принципе вариантов несколько, можно прописать ваш мобильный телефон, это для использования функции мобайлинга. Либо также прописываем MAC-адрес смартфона, который вы прописали в Authentication Number. Далее, в этом же пункте проверяем, что у вас дано разрешение на использование Wi-Fi за пределами вашей сети, это Public Zone Service, должно быть включено обязательно. И также должно быть включено быть использование автоматической выбор сети Wi-Fi. Это сканируем 5G only. По умолчанию включен only 5G. Ну, у нас с этим проблемы. Соответственно, выставляем авто и никаких проблем далее не испытываем. Далее, так как ваши контакты в мобильном телефоне, скорее всего, используют набор номера, начинающийся на плюс 7, а АТС не понимает плюс. Необходимо сделать в пункте 5.2.29 замену для исходящих цифр. Ну, вот в данном случае, так как у меня LCR настроен, и я могу выходить в город без набора девятки, я заменяю просто плюс 7 на восьмерку. Соответственно, если у кого-то используется девятка только выходом в город, тут необходимо прописать девять-восемь, чтобы могли пользоваться нормально вашими контактами. Ну, в принципе, все настройки на самой АТС мы сделали. Теперь перейдем к настройке самого приложения. Для смартфонов на базе Android приложение сейчас, в принципе, доступно в Play Market. Соответственно, при наборе, ну, в поиске VivaEAP уже сразу первый выходит ваш, наш, вернее, продукт Samsung VivaEAP. Далее, соответственно, устанавливаем данное приложение на ваш смартфон. Соответственно, проверяем подключение к вашему Wi-Fi. После этого запускаем само приложение. И, соответственно, у вас появляется, при запуске приложения, у вас появляется пункт Provision Server IP. Заполняем данный пункт IP-адресом вашей АТСки, именно внутренним IP-адресом. Далее, здесь же, вы можете увидеть, ниже пункта Provision Server IP, вы также можете найти сам MAC-адрес вашего устройства, на который и будет регистрироваться смартфон на базе Android. Соответственно, после того, как вы сохраняете данный IP-адрес, у вас приложение отправляет запрос, соответственно, на этот IP-адрес. И, если все настроено правильно, вы, соответственно, увидите, во-первых, значок в левом верхнем углу о подключении. И также в строке состояния можете увидеть, что зарегистрирован ваш телефон и какой номер, в скобках указан, какой номер ему приставлен из плана нумерации вашей станции. Соответственно, для совершения вызовов виваип на смартфонах на базе Android используется стандартная клавиатура смартфона и, соответственно, набор номера используется стандартно. Также можно использовать ваши контакты, которые имеются. И никаких проблем, в принципе, не возникает. Соответственно, при наборе номера и совершении вызова у вас появляется выбор, с помощью чего произвести вызов. Либо с помощью вашей карты, подключенного к оператору мобильной связи, либо использовать приложение как раз-таки виваип. Соответственно, далее по поводу смартфонов на iOS. К сожалению, сейчас нету с собой картинок. Позже появятся. Ну, соответственно, все происходит практически то же самое. В Provision сервер IP вы прописываете IP-адрес, но есть одно исключение. Также, там будет доступен пункт Authentification Number, где вам необходимо прописать номер, который вы прописали вот в данном пункте. Authentification Number в пункте 5.2.24. Соответственно, также для совершения звонков на айфонах необходимо запускать клавиатуру самого приложения. К сожалению, iOS закрытая система. И Samsung, как основному конкуренту, не дают исходники, чтобы прописать ее в саму прошивку. Соответственно, набор номера осуществляется только из клавиатуры приложения. И звонки сохраняются только в самом приложении в закладке Call Lock. Кроме того, при использовании айфонов нет возможности принимать звонки. То есть, его можно использовать только для исходящей связи. Ну, в принципе, вот вкратце по настройкам на данный момент, что могу рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста, в чат пишите. Пока вебинар такой, более учебный для меня, так как первый раз провожу. Так что, если что-то непонятно, какие-то советы, пожалуйста, отпишите. Соответственно, по... Я смотрю, у нас еще несколько людей присоединилось. Без разницы, какая сеть используется. Вы имеете в виду, что работает? Само приложение или регистрация? Регистрация только со своей Wi-Fi сети. А так, приложение работает, главное, чтобы был доступ к КТС. Нет, нет, нет. По идее, по идее, ну, если честно, с VPN не пробовал на другой стороне поднимать Wi-Fi и проверять регистрацию. Ну, можно попробовать. Хороший вопрос. Да, работает. Но не регистрация, еще раз. Регистрация только в своей сети. А приложение... Ну, давайте посмотрим. 5.2.23. А что тут вас конкретно интересует, Дмитрий? Еще раз. Достаточно прописать только сит вашего Wi-Fi роутера. И все. Этого достаточно. И что вы хотите апгрейдить? Это не проверялось пока что. Ну, у вас, скорее всего, нету сейчас пока доступа. Сейчас попробуем. Но не обещаю. Ну, вы можете говорить. Сомневаюсь, что будет работать. Вам микрофон надо настроить, скорее всего. Нет, нет, еще раз. Минутку. Только подключить. Сама регистрация только. В своей сети надо. А дальше уже, что вы используете? 3G, Wi-Fi где угодно в том же Макдональдсе. Да, допустим, бесплатный Wi-Fi. Все везде работает. Да. Почему 3G? По скорости вы имеете ввиду? Нет. Не только 3G. И с меньшей скоростью работает. Да. Соответственно, смотря какой обмен у вас будет на телефоне на самом скорости, от этого все будет зависеть. Ну, подключается он на очень медленной. На очень медленной. Так, Дмитрий, да, плохо, правда. Плохо, правда. А, что, слышно? Да, 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 сейчас слышно. О, отлично. Добрый день всем. Вопрос на самом деле в следующем. Вот сам механизм работы. Значит, первое. Про лицензии. Я правильно понимаю, что для того, чтобы использовать этот сервис, нам достаточно приобрести лицензии только на Vivaib, ну, соответственно, при открытых каналах шлюза. И нам не нужны лицензии на СИП-транки и на сторонние СИП-телефоны. Да, на СИП-телефоны не нужны. По поводу СИП-транков. По поводу СИП-транков. На данный момент даже не могу сказать, потому что, как обычно, для использования СИП-телефона нужен как минимум один СИП-транк, да, насколько помните. У меня просто по умолчанию СИП-транки все открыты, но можно проверить. Ну, вот у меня обычно такая ситуация, да. Уточнить этот момент, и это, кстати, касается не только Vivaib, но и обычных телефонов, да, СИП-сторонних. Обычных сторонних не обходится. Тем более при переходе... Вот даже теперь при переходе на новую систему лицензирования ничего не меняется, да, то есть необходима лицензия на СИП-транки при использовании сторонних СИП-телефонов. Да, да. Но это еще можно проверить, кстати, на последней версии, потому что, ну, ничего такого нового в описаниях я не видел. Ну, можно проверить. А при использовании, соответственно, самсунговских IP-телефонов, ну, естественно, лицензии на СИП-транки не нужны. Нет, нет, не нужны. У Самсунга не совсем СИП-телефонов. Ну, это мы знаем, да, СИП-пп. Значит, фактически Vivaib это, по сути, внешний СИП-телефон, да, который имеет дополнительный обмен со станцией Самсунг. Да, да, совершенно верно. Вот, и поэтому, возвращаясь к вопросу по настройке 5.2.23, там есть дополнительный ремонт дайл локал порт настройка. Так, где-то я его упустил. Сейчас найдем. Да, есть такое. Да, вот здесь вот он. Вот, соответственно, ремонт дайл локал порт, ремонт дайл паблик порт. Я правильно понимаю, что вот этот порт, как раз по которому идет дополнительный обмен информацией между клиентом Vivaib и АТС? Ну, на 100% я сейчас не отвечу на этот вопрос. И, соответственно, его нужно пробрасывать. Ну, вот, на самом деле, у меня этот Vivaib работает в тестовом режиме уже год. Все, как бы, нас устраивает. Он работает действительно, как внешний телефон, подключается из 3G-сетей, да, и снаружи, и из сторонних Wi-Fi-сетей. И, как сказал Евгений, нужно было только прописать, его инициализировать в момент, когда трубка находилась в офисе. Ну, соответственно, он прописался, используя SSID точки доступа. Но вот иногда возникают вопросы вот по этим вот настройкам, да. Действительно, все, что вы демонстрировали, у нас настроено и работает. Но вот непосредственно механизм обмена информацией, да, вот используя вот этого Remote Local Port, вот хотелось бы про это уточнить. Ну, еще раз, тут немного не к той теме. Вам нужны данные просто, что по этим портам проходит, правильно? Ну, да, дело в том, что, предположим, что мы настраиваем сайт, настраиваем АТС у заказчика и выдаем, грубо говоря, техзадание администратору сети о том, какие порты нам нужно пробросить для того, чтобы этот сервис был доступен снаружи. Ну, допустим, что я могу сказать. У меня этот порт закрыт. У меня этот порт закрыт. То есть у меня стоит Cisco, на котором открыт только 5060 и, соответственно, голосовые каналы. 9012 закрыли точно. И ваев работал. В принципе, я, конечно, тоже могу поэкспериментировать, но хотелось бы поподробнее от Самсунга получить данные по тем настройкам, которые относятся к виваипу. Ну, в частности, по Dial Local Port, Dial Public Port и здесь еще есть какие-то поля, которые непонятно, что они, для чего они нужны. Ну, не проблема. Автопрефикс-код. Да, да, да. Запрос, в принципе, можно будет сделать в Самсунг. Ну, еще посмотрю инструкцию, в принципе, от них, которая пришла. Там что-то было, описание. Не проблема. Если я найду информацию, тогда, в принципе, вышлю или будет на сайте висеть. Хорошо. Теперь вопрос следующий. Сейчас, минутку, Дмитрий. Ну, побезопасно. Сейчас, сейчас тут по поводу запрещенного Wi-Fi. Вы даже на один день не можете там поставить Wi-Fi точку и установить на смартфоны ваше приложение. Дмитрий, вы тогда отключайтесь немножко по связи, когда там работаете, а то слышно все. Спасибо. Ну, тогда тут, да, конечно, проблемы возникнут. Боюсь, иначе не получится настроить Wi-Fi. Ну, по поводу еще VPN можно попробовать. Ну, это, в принципе, не проблемно. Давайте я этот вопросик запишу себе и, соответственно, проверю. Через JSM точно нельзя. Это проверял. То есть, первичная регистрация, если он не видит, что регистрируется и своей сети, он не дает зарегистрироваться. Это проверяли. Так, Дмитрий, вы там дальше хотели еще что-то? Егений, еще вопросик тогда. Да, значит, вопрос по безопасности. Если у нас настройки безопасности мы делаем в настройках SIP-телефонов, да, использовать или нет белые списки, то для того, чтобы подключаться из внешних сетей, нам этот пункт нужно убрать. То есть, мы не должны использовать белые списки, правильно? Нет, 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 не согласен. Соответственно, для первичной регистрации надо отключать использование, либо прописывать его. А дальше можно включать. Дальше он работает. Почему? Не могу объяснить, почему он дальше работает. То есть, это, если это, волнующий вопрос, можно тоже попробовать разобраться. Ну, это вообще интересный вопрос, потому что, предположим, что у нас есть сторонний SIP-телефон, просто сторонний, не в IWAIP-приложении. Да, например, тот же самый Zoyper, поднятый на Android. Мы идем, регистрируемся как сторонний SIP-телефон на нашей станции, и, естественно, тут белые списки должны работать, потому что мы идем снаружи, и нас должны отсеять, так сказать, если наше подключение не соответствует требованию безопасности. Вот этот вопрос тоже хотелось бы уточнить. По поводу стороннего SIP-телефона... Нет, по поводу использования белых списков. Вот еще раз, белый список на IP-телефонах и SIP-телефонах работает. Проверяли. Посмотрите, это пункт, сейчас скажу, конфигурации виртуальных портов, информация о SIP-телефонах, 272. 272 использует IP-white-лист, да? Да, да. Если мы говорим использовать IP-white-лист для данных SIP-телефонов, которые являются виваип, и они подключаются из внешних сетей... Вы тут должны указать IP-адрес. Я не знаю, с какой сети я иду. Я подключаюсь откуда-то извне, из какой-то там транспортной сети оператора. Ну, значит, отключать придется. Еще раз, вот этот лист больше для стационарных, да? Поставили у кого-то, допустим, дома или что-то. Ну, вот, допустим, IP-адрес, да, вот прописан. Я понимаю, но мы-то используем виваип для чего? Мы используем виваип для того, чтобы получить сервис... Еще раз. ...из любой сети. Я уже говорил, по поводу виваипа. Отключить использование только на время регистрации. Все, я понял, хорошо. Я же уже сказал, в дальнейшем он работает. Я проверю. Ну, у меня так работает. Это вот моя АТС, так что вот тут использование всех. Соответственно, у меня с любого Wi-Fi работает, с 3G работает, ну, с оператора. Так, сторонний СИП-телефон отличается. Во-первых, лицензия другая. Где тут у нас лицензии были? Вот она, лицензия на СИП-телефон. Ну, во-вторых, интеграции нету с Android тем же. Где серый IP? Вы о чем имеете в виду? Ну, и, соответственно, я понял, что использование IP-вайтлиста, это именно мы имели в виду. Там надо использовать, то есть, либо отключать. Соответственно, тогда использовать какие-нибудь сложные пароли и, соответственно, аутентификационный юзернейм. Сейчас. Где тут у нас? Смотрите. Можно помочь. Вот этот 5.2.24, он только для ВЕВАИБа приложения используется. В МАКе, пожалуйста, можно и МАКе прописать. Вот, только вот здесь. Аутентификационный юзернейм. Если хватит, по идее, хватит длины. Еще раз. Сторонний СИП-клиент настраивается в другом пункте. Вот, вот именно в 2.7.2 пункте. Логин. Можно, то есть, по умолчанию тут внутренние телефоны. И пароль. Это немного другой продукт. Тут, кроме того, что... Тут вы просто проверяете, что у вас есть назначение самих СИП-аппаратов. А какой он будет уже... То есть, для ВЕВАИБа используется отдельная настройка, именно 5.2.24. Где вы уже прописываете МАК. И также можно прописать мобильный номер. Либо тот же МАК, как я и говорил, прописываете. Ну, вот. Вкратце так. Вопросы есть еще у кого-нибудь какие-нибудь? Так, ну, тогда на сегодня я заканчиваю свое вещание. Спасибо за присутствие. Видео по данному вебинару чуть позднее у нас появится на сайте. Можно будет просмотреть. Да, совершенно верно, Дмитрий. То есть, использование от ВЕВАИБа, ну, довольно удобно. И по поводу стороннего СИП-телефона. Ну, во-первых, прохождение голоса намного лучше. Триальная версия, триальную лицензию, ну, насколько вы помните, на Самсунге, можно включить, да, туториал. Но если вы его использовали, то все. Только временных лицензий не выписывают. Ну, в принципе, если у вас есть желание потестить, второй тип лицензии можно будет использовать, допустим. Только вам нужно будет какую-нибудь лицензию на ВЕВАИБ сделать. Ну, то есть, как вариант. Но это опять-таки к менеджеру обратитесь. Я думаю, мы решим этот вопрос. Так, ну, что ж, спасибо за участие в нашем вебинаре. В принципе, в дальнейшем мы еще также собираемся проводить какие-то серии вебинаров проведем. Если у вас есть какие-то пожелания по темам вебинаров, тогда... Ну, это понятно, Дмитрий, это я уже записал. Соответственно, по поводу тем вебинаров. Хорошо, если еще появятся позже вопросы, отпишитесь на инфо. И мы, соответственно, подготовим постепенно все темы, которые вы хотите услышать. И опишем. Вот первые, да, два СВМИ-2АЦАИ, CNF24, желаете. Ну, хорошо, посмотрим, что можно придумать. Сомневаюсь, что за один вебинар мы сможем разобрать тоже СВМИ-2АЦАИ. Ну, возможно, сделаем несколько вебинаров. Ну, интеграция с СРМ, еще раз, это не совсем АТС-ная часть. Тут открывается лицензия и все. Что еще зависит от АТС? АТС отдает все, что будет запрашиваться от СРМ-систем. Во-первых, а во-вторых, СРМ-система-то она не одна. И, возможно, различные интеграции потребуются. Так что, сомневаюсь, что такую тему вообще мы введем. Ну, пока не могу ничего обещать по поводу данного решения. Возможно, не с АТС, а с ССМ, если в дальнейшем будем проводить такие, то есть, вебинары. Что-нибудь... Ну, посмотрим. Ничего пока не обещаю. Ну, соответственно, по... По крайней своей мягкой и, соответственно, плате конференций. Думаю, про конференцию, возможно, будет в одном вебинаре рассказать. Но и то не факт. Так, ну что ж, еще раз попрощаюсь. Продолжение следует...